Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем снимать в саду у Марины Шиманской. И хотим вам рассказать очень интересную историю. История будет про миксбордер. Я давно наблюдаю за каналом Марины. Она весной этого года начала съемки такого небольшого цикла о том, как видоизменяется ее цветник, а конкретно вот этот вот миксбордер. Здравствуйте, друзья! Я Марина Шиманская. В гостях у Натальи Заведей. Рада приветствовать вас в нашей школе декоративного садоводства. Я хочу сказать несколько слов об этих прекрасных растениях. Очень красивые цветки, супер махровые, корончатая форма цветка. По агротехнике положено прекратить подкормки острым инструментом, размешивая. Тут вот недоработочка. Чуть-чуть подправляем нашу стрижку. Почувствуйте разницу. Ждите наших новых включений. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Андрей. Ну, наконец-таки я собственными глазами увидел этот замечательный цветник. Он совершенно роскошный, пышный, изобильный, цветущий. И я хотел бы у вас спросить. Вот такое большое количество растений с точки зрения ландшафтного дизайна не является ли немножечко такой вот безвкусицы, нет? Дело в том, что это миксбордер в стиле английского миксбордера. И он может быть разным. Он может быть разным. Он может быть монохромным. Он может какую-то другую колористическую схему иметь. А вот этот миксбордер, он такой полихромный, разный. Ну, и в своё оправдание, может быть, я скажу пару слов о том, что это самый первый миксбордер, посаженный мной в этой жизни. Он посажен в 2000 году. И, в принципе, он такой из этих же самых растений и сейчас перед вашими взорами. Потому что, ну, буквально совершенно несколько растений сюда было потом допосажено с годами, со временем. А, в принципе, основу его составляет вот всё то, что было посажено в 2000 году. Ну, вы как преподаватель, руководитель школы декоративного садоводства вообще, в принципе, даёте своим ученикам вот такой карт-бланш. Господа, дамы, это ваш сад, ваш цветник. Как сажайте там всё, что угодно. На своих курсах, в том числе и на будущем онлайн-курсе «Миксбордер. Универсальный цветник для любого сада», который, я надеюсь, выйдет у нас этой осенью, я учу людей делать миксбордеры. Причём я не даю им готовые схемы цветником. Делаем красный цветник, или там делаем розово-серебристый цветник, или делаем цветник со злаками. Я даю людям алгоритм построения цветника. И вот на основе этого алгоритма человек может создать любой цветник, который нравится лично ему. Ну и ещё второе, что я хочу сказать. Есть правила, безусловно, есть правила построения цветника. Но есть и другой момент, который я всегда учитываю, и когда создаю ландшафты людям, что хозяин сада, ну главный в этом саду, и если ему нравится так, вот как нравится лично ему, значит его цветник и должен быть таким, каким нравится он лично ему. Ну и мне кажется, это какая-то история тоже про немножко такой русский колорит, всё-таки про какие-то букетные цветники. Мы же ещё очень любим цветы в срезке. Как правило, в доме очень много вазочек, хочется что-то нарезать, хочется, чтобы гости от нас уезжали с цветами. А если мы будем придерживаться каких-то таких очень строгих, скромных канонов, сажать, там, например, как говорят многие ландшафтные дизайнеры, достаточно 5 видов разных растений, чтобы создать гармоничную композицию. Ну, мне кажется, в собственном саду эти правила можно ими и пренебрить. Насчёт 5 видов растений для цветника. Я думаю, что ландшафтные дизайнеры, которые говорят про 5, вот привяжемся к этому числу, немножечко лукавят. 5 видов растений, 5 видов цветущих многолетников, это для миксбордера очень мало. Используя только 5 видов, ну или 6, или 7, мы не сможем выполнить основную функцию миксбордера, цветника, цветущего с ранней весны до поздней осени. Нам просто не хватит видового состава растений, чтобы выполнить вот эту поставленную задачу. С ранней весны до поздней осени. Мы же хотим цветник непрерывного цветения. Совершенно верно. Мало того, мы не просто хотим. Нам нужен именно такой цветник. Почему? Потому что наши сады маленькие. Мы не можем себе позволить сделать здесь 15 метров цветника из одного растения, там и ещё из другого. Наш сад маленький. Мы должны сделать один-два цветника, и чтобы эти цветники цвели, цвели постоянно. Сначала одно растение, другое, ну и так далее, и так далее. Ещё раз повторю, с ранней весны до поздней осени. То есть, если мы сделаем, допустим, цветник из пионов, что возможно в большом саду, и будем ходить туда специально любоваться во время цветения пионов. Но если это маленький сад, отцвели пионы, и что? Ну да. Зелёные кусты. При всём моём уважении к пионам. Марина, спасибо, очень интересно. Я рекомендую всем нашим зрителям подписаться на канал Марины. У неё там очень много интересной информации. Ну и просто полюбоваться её миксбордером и садом. Если не хватит вам информации в наших роликах, вы обязательно увидите у неё всё, что мы не показали. Всего доброго! С вами был канал Европлан. Субтитры сделал DimaTorzok